Всем привет! Сегодня у нас материнская тема. После последнего видео о том, что я плохая мать, у меня были комментарии. Девочки просили побольше тему билингвов, языка, как научить ребенка говорить, сохранить свой русский язык, если ты вообще живешь в другой стране. В общем, рассказать просто на своих примерах, как сохранить язык русский, чтобы он был красивый, объемный, хороший словарный запас. В общем, рассказать конкретно, как я, какие методики принимаю, что у нас в семье в этом плане, кто с кем разговаривает, как процесс происходит. Я спешу сообщить вам классную новость. 4 ноября стартует мой авторский курс по теме «Страхи сам себе психолог». Это уникальная возможность встретиться и победить свои страхи любой направленности. У нас будет, как всегда, 4 эфира. Эфиры будут в 8 вечера по Москве по четвергам. И в течение месяца у нас будет с вами чат в WhatsApp. Этот курс «Марафон» направлен на то, что я управляю своей жизнью, я побеждаю свои страхи. Страхи, фобии, панические атаки. Зачем они нужны в нашей жизни? Почему? Откуда они появляются? Как определить, я сейчас в состоянии справиться самостоятельно со своими страхами и фобиями, если у меня есть панические атаки, да? И когда мне нужно обращаться к специалисту? Далее я вам дам конкретную формулу, конкретную методику, технику, как бороться с любым страхом. Я дам рекомендации по образу жизни, питанию, для того, чтобы понижать уровень тревожности в вашей жизни. Самое главное, эти знания останутся с вами навсегда. Вы можете помочь не только себе, но также своим родным, близким, людям, которым нужна будет ваша помощь. Хватит обслуживать свои страхи, опасения и жить в тревоге. Курс будет длиться месяц, 4 ноября. И до февраля 2022 года, несколько месяцев, будет всегда открыт для вас доступ. Если вам сейчас неудобно проходить марафон, подписывайтесь к нам, включайтесь в процесс. Если что, вы всегда попозже можете самостоятельно завершить прохождение марафона. В общем, это кладезь полезной, ценной информации, которая вам пригодится в быту, для вас, для ваших знакомых и близких. Старт будет у нас 4 ноября, так что осталось не так уж много времени. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, вы можете мне на почту, я всегда ее оставляю в инфобоксе под моим видео, написать мне письмо с темой «Хочу в марафон». По поводу оплаты, стоимость марафона участия – это марафон, 4 эфира, наш постоянный чат в WhatsApp, на эту тему мы общаемся, там, задания я вам буду давать для выполнения, да, отрабатывания методики. Это стоит 2300 рублей. Если еще одна опция, которую я ввела, как с ходом курса, я поняла, что это очень нужно, многие на это, об этом просят, это другая опция 4000 рублей, это стоимость марафона, все то же самое, но дополнительно туда в течение ноября вы можете воспользоваться такой услугой, как мое индивидуальное консультирование, одна консультация. А теперь продолжаем смотреть видео. Сводится все, на самом деле, к тому, что ребенку желательно ходить в социальную среду страны, в которой он живет, общаться, ну, берем мой конкретный пример, это страна Турция, турецкий вокруг язык, культура, да, в семье иностранноговорящая мать, это я, русский язык. Так вот, если мы берем книжки про билингвов, рекомендации для меня, то, что ребенок идет в турецкую среду, общается на турецком языке с родственниками, там, мужа, бабушками, дедушками, тетями, дядями, да, с папой в частности, но я остаюсь хранителем языка и ни в коем случае, главное, единственное, по сути, правило, я не перехожу на общение на турецком языке, либо на английском, который тоже в нашей семье присутствует. В общем, я единственный хранитель образец языка и языка, как он выглядит, какие слова я употребляю, то есть чистая речь, слова-паразиты, построение предложений и тому подобное, богатство моей речи, это единственный кладезь, поститутит доступ моего ребенка к познанию. Вторым уже кругом идут, это мои родственники из России, которые носители языка, то есть это поездки там на родину мою, да, с ребенком, общение там в интернете, в скайпе, в ватсапе, видео, аудио, такое с носителем языка. Туда же идет круг, это могут быть русскоязычные друзья, знакомые, соседи здесь в Турции. И уже третьим кругом идет литература, это мультики, книжки, чтение, аудио, видеоматериал какой-то. Вообще панику бить не надо на языки, дети обилингвы, они позже могут начать говорить, потому что они вокруг себя слышат в два или в три раза больше языков, чем обычные монодети, да. И у них очень долго копится запас слов из каждого языка, то есть не у него в одном языке копят слова, да, а у него, скажем так, больше затраты идет на память, на усвоение. Поэтому дети этим могут говорить к трем годам, более такое предложение, речь развитая идет. Я думаю, что у ребенка изначально есть талант к общению, скажем так, проще у нас подвешен язык. Она у меня сразу была болтливая, она гулила очень рано, активная, вообще непоседливая, типичный ребенок метис, которому на месте нельзя сидеть, он дырку пальцем просверлит в каком-нибудь месте. Это было с самого начала, это неспокойный ребенок, который постоянно плакал, требовал внимания, который любил разговаривать, и разговоры начались довольно-таки рано. То есть норма слов, которая идет там 10-12 норма году, за легкие вообще вот так вот у нас шла, да. Сначала, естественно, турецкого языка у нее не было, она не понимала, наверное, лет до двух, она все это в себе копила. Потом она начала понимать, но не говорила на турецком, я всегда говорила только на русском. И как у нас сложилось примерно к трем годам, когда ребенок уже понимал турецкий, говорил на русском, естественно, вообще спокойно мы общались, прекрасно все понимали. Мало было каких-то вот таких слов, вот это вот на детском языке, это рабарщина, которую ты не поймешь. То есть у ребенка было понятно абсолютно. Короткие какие-то предложения, не супер там, какие-то речи, там, я думаю, мое мнение, там, у такого у нас, конечно, еще не было. Так вот, а турецкого языка вообще не было. И к двум с половиной годам стали появляться слова, какие-то отдельные фразочки. На самом деле это было копирование языка папы, мамы, дедушки, бабушки, вот этой всей стороны, папина я имею в виду. Желание перейти на турецкий мне никогда не было с ребенком автоматически. Оно стало появляться потом уже позже, когда ребенок стал просто идеально говорить по-турецки. У меня уже, мне проще стало, честно, я стала себе ловить такие мысли, что ощущение мне проще сказать на турецком, чем сейчас соображать на русском, потому что у меня самой в этот момент была проблема мешанина в голове с трех языков. Я порой путалась, как с кем говорить. Это нагрузка огромная просто на мозг. Но я до этого не скатывалась, я себя всегда в этом моменте прерывала, я себе это не позволяла делать. Так вот, когда ребенок пошел в садик, еще где-то 3-4 месяца, это общение в группе, адаптация, язык, накопить вот эти слова, фразочки. Она причем практически сразу, она уже шла, понимая, но у нее стеснение. Она девочка, она стесняется, она очень такой по публике стесняется и так далее. И говорить на турецком садике она оказалась, короче говоря, мы подумали, что что происходит. Там еще был английский язык в садике. Это садик турецкий. Я бы не сказала, что прям уклон в английский язык, но у них английский каждый день с носителем языка у них английский учитель приходит. Каждый день по часу у них есть. И вот она стала приходить в садик и говорить на английском языке. На турецком что-то какие-то фразочки, на русском все так. И осталась, стала появляться английским. Мы такие, блин, да она еще по-турецки нормально не может. Еще английский, у нас с мужем были испуганы с глазами. В общем, у меня муж, не помню, каким-то образом отводил в садик. И, в общем, поговорил с учительницей. Говорит, слушайте, вы зачем ребенку английскому учите? Научите, блин, для начала нормально, чтобы она не боялась говорить по-турецки. А она говорит, как? Он говорит, у нас ребенок пришел и шпарит на английском дома. Она, ну, песенки поет, алфавит там быстро. Ну, у нее очень хорошая память. Она быстро аудиально схватывает. Мы, говорит, типа, благодарны, но нам бы вообще-то бы по-турецки, чтобы больше было. Говорит, да, странно, говорит. А со мной в садике она общается на турецком. Мы такие, опа, присели. Оказалось, что вот это стеснение какое-то было. В садике, то есть, спокойно отвечает, реагирует, понимает, отвечает фразами, предложениями. И я такая, хм, интересно. А дома? А дома не надо было. Дома есть русский язык. И папа, это ошибка папы. Он с ней по-турецки, она понимает. Но он мог и по-английски где-то. Вот у него у самого была мешанина адаптация. Плюс папа за все эти годы со мной более, он уже понимает по-русски, он не говорит, но логику, о чем речь идет, какой-то делок он понимает. Особенно вот этот примитив, когда ты с ребенком бытовой общаешься, он уже врубается, понимает. Где-то какие-то словечки можно даже вставить. И у папы была проблема вот этой мешанины в голове. Поэтому у ребенка не было стимула общаться дома на турецком языке. С чужими людьми, которые не знают английского, там русского, ей приходилось общаться, а на турецком проблем не было. И это без препятствий каких-то она автоматически включалась. Дома с папой, он говорит, странно, что со мной так, ну, в полной мере, там, предложениями не общается. Только просьбы, да, нет, знаете, такое бытовое. Маленькими фразами. Говорит, почему она такая речистая по-русски, с кем-то, говорит, ну, не со мной. Потому что папа давал слабину. Вот вся причина, девочки, это он конкретный пример, как не надо поступать. И папа у нас обижался. И мне говорил, вот, давай научи ее, пусть по-турецки слушай. Говорит, а твоя задача учить по-турецки говорить. Ну, учительница в садике говорит по-турецки, проблем нет. Значит, говорю, проблема в тебе, так что, дружок, давай подумай об этом, принимай меры. Папа начал делать над собой усилия. Мой муж, он с ней говорил только на турецком, откликался, когда она задавала вопросы по-турецки. Лезли, она еще первое время по-английски, что-то автоматом. Он говорит, а по-турецки как? И у них началась игра, он игру такую вел. Если она говорит какую-то фразу или слово иностранное, ну, на английском или на русском языке, он просто говорит, а как по-турецки, а ты знаешь, ты, знаете, такое, на обом ее брал, типа там, а ты не умеешь, наверное, ну-ка, ну-ка, переведи. И она, конечно же, знала. Она говорила, слово отдельно переведет, но потом, например, фраза была в перемешку какая-то. Короче, со временем, когда папа начал себя контролировать и не позволять в отношении себя мешать языки, все стало нормальным, эта история наладилась. По поводу родственников, бабушек, дедушек. Сначала, конечно, были а-ля такие вот до трех лет наезды, но не прямо наезды, а такие тестирования, какая им встреча. А что еще не говорит по-турецки? А что еще? Ну и вы. И тут же, знаете, типа, чтобы сгладить этот конфуз от этих вопросов всегда, он еще научится, знаете, типа, что-нибудь хорошее в конце сказать. Нет, конечно, напрягало. И моя реакция, я, кто близкий круг, там, бабушки, дедушки, тети, я сразу говорила, все в порядке, не лезьте, не спрашивайте. Я эти вопросы, я не молчала, не давала ребенку вот этот стресс создавать, задавать вопросы. А что там она у вас еще говорит? Я говорю, так, стоп, а вы сами-то умеете по-английски, по-русски? Нет. А чего это не ребенку трехлетнего хотите? У меня было вот так. Вот я вот прям такой фразой отвечала, и все, вопросы сразу, скажем так, отпадывали, заканчивались. Так что я мамам, которые вот этим сталкиваются, бестактностью родственников, которые могут проверять ребенка, а-ля, так в шуточной форме назовем это, тестировать, я вам говорю, не давайте своих детей в обиду, лишний стресс создаете. Зачем ребенок будет чувствовать вот эту ответственность, давление, тревожность подниматься будет, от меня ждут, от меня хотят, мне надо, а я еще стесняюсь, боюсь, там, не могу или не знаю. Зачем? Пусть идет, как идет, пресекайте родственников. Я считаю, что нельзя давить или вообще вмешиваться в этот процесс, они в вашей семье не живут, и столько языков, простите, как трех-двухлетний ребенок не знают сами. Так что их вопросы вообще, извините, они некомпетентны, эти люди. Потом, когда начался процесс общения, и родственники увидят, что она вообще с детьми, вот зона безопасности с детьми играет родственниками, по-турецки шпарит, все прекрасно, там, игры придумывают, все нормально. Как взрослых, вот, которых она мало знает, мало общается, дедушка с бабушкой, вообще, конечно, в легкую, как с папой, все в порядке. Вот это зона круг доверия какой-то, то есть дети безопасны, с ними общаются. Если какие-то дальние тети, дяди, приезжающие раз в год, ну, словно там, здрасте, здрасте, у меня все хорошо, в диалоги не вступают. Они, во-первых, не интересны, она их не знает, по сути, да, они мало в жизни участвуют. Во-вторых, побаивается, она расстояние держит. Естественно, когда началась такая речь, вопросы вообще всех вот этих родственников, а что там у вас как язык, они, естественно, само собой отпали. И появилась что? Гордость. Турки очень любят, я думаю, у нас тоже в России бы так же было, они очень любят хвалиться, хвастаться чужими заслугами, чужими достижениями. Вот мы летом были в отпуске вместе со свекрами, встречались там с родственниками, просто с какими-то людьми на улице, в ресторане, там, на пляже или еще где-то. Так как все сразу всегда интересуются, спрашиваются, о, иностранка, о, ребенок наполовину, а как говорить, вот эти вопросы, речь, они вообще всегда вот встречались. И тогда моя свекровь или свекра, у меня тоже просто, у меня свекра много языков знает по своей работе. И они очень-то гордо, распустив хвосты, павлинистых хвалились, что вот, да. Естественная фраза сразу всех на улице всегда, знакомых или просто чужих людей. Чок шанслы чучуку, чок шанслы. То есть очень знание языков, типа, дает тебе большие шансы, приоритеты в будущем. Ты такой удачливый, в общем, тебе повезло, вот, тебе пчок шанслы, да тебе повезло, вау, такой ребенок у вас повезло сразу с детства языки знать. Я думаю, вы бы знали, как это дается не так уж и легко, вот этот себя контролью, вот эта вся история, а не переходить на другие языки. И, в общем, свекла, конечно же, души имеют вообще по кайфу, хвастаться друг перед другом. Други вообще очень любят хвастаться своими достижениями, чужими достижениями. Тут я уже сразу, я, Янге, которая, вот смотрите, у нас еще психолог, а ребенок вот говорит, его очень сильно, как его мама воспитывает. В общем, все замечательно, хорошо. И когда они еще говорят, а еще и в садик ходят, то есть не домашнее какое-то, а еще и в садик в группе социализируются. В общем, вот такая история, к чему мы пришли. Но, честно скажу, то, что мы сейчас имеем, это, несомненно, моя личная заслуга за то, что я не перехожу на языки, не мешаю, только по-русски корректирую речь, грамотную речь ребенку даю. Она знает культуру, там мы ходим на русские вечеринки, там детские праздники в Стамбуле, если вот эта вся история, она погружена. Мы ездим там к родственникам в Россию в гости, общается с моими родственниками. Второе, это заслуга папы, который вовремя понял, в чем ситуация и начал тоже себя контролировать, не сходить на английский, там другие языки. И ребенку давал чисто турецкий, и вместе наши совместные усилия, вот то, что мы имеем. Если бы мы этим не занимались, не обращали на это внимание, не корректировали, ничего бы этого не было. Я честно скажу, это труд родительский. Это не ребенок как сорняк. Вот ребенок как сорняком не занимается, он будет как сорняк в речи произносить какие-то ошибки делать, или как-то там избирать какой-то язык, не избирать и так далее. Честно скажу, у меня был страх, и сейчас он меня попустил, у меня этого страха нет. У меня когда-то, когда я еще была беременная, когда у меня было время тревожиться о страхах, у меня был страх, что если ребенок отвергнет русский язык, я буду сходить там на другие языки, английский и турецкий, а потом он язык, ну, не выберет его, еще и культуру мою отвергнет, или моих родственников. Для меня это был страшный вообще сон какой-то, думаю, никогда такого не будет. Я буду этим заниматься. Все, я бы ничего, честно скажу, усилий не так уж много надо. Просто контроль периодически, сам себя проверяешь, правильно ли ты себя разговариваешь, ведешь с ребенком, и все. И секрет очень простой. И время. Не давите на ребенка, не делайте ему стресс, не требуйте с него, ничего этого не нужно. У меня еще ребенок любит математику, всякие логические задачки и такое вот все. Хотите, я вам видео отдельно сниму о книжках-развивашках из России, которые я привозила, карточки в дорогу, там у нас есть набор логические какие-то игрульки, вся вот эта цвета, размеры, вот с этого все начинается. Так что я могу вам отдельно снять. У меня есть несколько любимых таких авторов и книжек, которыми я ребенком занималась. Когда у нас вообще был этот первый два года назад, этот закрытие наше, все дома сидели, карантин. Вот мы вообще каждый день чуть-чуть делать. Мы в этих книжках, заданиях, как-то вот эта вот любовь, фан, ей очень нравится выигрывать, побеждать. Это вот возрастное у нее, быть первой, когда получается. И вот у нас это очень хорошо пошло, и вот эти задачи простые решать, и наслаждение, что у тебя получилось. В общем, короче, я могу вам отдельное видео об этом снять. В общем, мамки, кто этим интересуется, пишите в комментариях, как у вас с языками, с детьми, чем вообще занимать. Я вообще считаю, что учить другому языку, ребенку вводить можно, находясь там в другой стране, не обязательно за границей жить, можно вводить один язык, например, вы в России живете, вводите английский. Это реально чок шанс лучуджук, это очень перспективно, естественно, в будущем, в плане карьеры работы, место под солнцем, своей реализации, поездки куда-то, без языка сейчас никуда. Жду ваших комментариев, всем пока!